Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Согласно высказываниям американского финансового эксперта и экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса, США допускают серьезные ошибки в отношении замороженных активов Центробанка России. В результате введения разнообразных санкций против России, значительная часть валютных активов Центробанка была заморожена. Джеймс Рикардс подчеркивает, что на данный момент США удерживают российские активы, оцениваемые в приблизительно 300 миллиардов долларов, замороженные с февраля 2022 года. Большая часть этих активов представляют собой ценные бумаги казначейства США, полученные от Центрального банка России. Эксперт подчеркивает, что технически эти активы не были переданы в собственность США, а лишь заморожены и все еще являются собственностью России. Но при этом она не вправе их использовать. Однако новый спикер палаты представителей США Майкл Джонсон выражает желание перевести эти активы в собственность США, что, по мнению Рикардса, представляет собой серьезную ошибку. Экс-советник ЦРУ предупреждают, что такой шаг будет эквивалентен дефолту по государственному долгу США, поскольку ценные бумаги легально принадлежат России. Рикардс считает, что это событие вызовет сильное негодование со стороны мирового сообщества, приведет к ускоренному сбросу казначейских ценных бумаг и началу избавления от американских долларов. В результате США, вероятно, придется резко повысить процентные ставки, что повлечет за собой негативные последствия для американского населения, включая покупателей, жилья и обычных потребителей. Зрители, а что вы думаете о заявлениях американского финансового эксперта-экс-советника Джеймса Рикардса относительно замороженных активов Центробанка России? Согласны ли вы с его мнением о том, что попытка перевода этих активов в собственность США может привести к эквиваленту дефолта по государственному долгу? Как вы считаете, какие последствия могут возникнуть для США и мировой экономики в случае резкого повышения процентных ставок и возможного бегства от доллара? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала ТОП-Арми не заканчиваются, и чтобы не пропустить следующий, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok